Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlogTV и в Кремниевую долину. Меня зовут Вика, а рядом со мной Сабрина. Сегодня у нас будет интересный выпуск, потому что Сабрина здесь получила PhD в Тенфорде, причем получила его по геофизике, но при этом сейчас работает программистом, работает с машин-лёрнингом, и сегодня мы поговорим о её пути в программирование и о машин-лёрнинге. Расскажи о своём пути, интересно, как ты вообще переехала сюда и что ты здесь делала поначалу? Я, значит, приехала сюда в 2011 году на докторскую в Стэнфорде. Путь в Стэнфорд был не очень лёгкий. Я, значит, поступила из бакалавра из Баку, где я училась на геофизике. Поступила на PhD сюда, в Стэнфорд. Ну, процесс занял некоторое время. Естественно, надо было сдать ТОФЛ, GRE, рекомендательные письма получить от своих профессоров, где я делала бакалавр, заполнить анкету в Стэнфорд. В разговоре вне кадра ты рассказывала о том, что помимо того, что ты сделала всё, что нужно, стандартный пакет, собрала документов, написала сопроводительные письма и прочее, дала экзамены хорошо. Ты ещё здесь знакомилась с профессорами. Расскажи об этом, потому что, может быть, это будет кому-то ещё полезно. На данный момент времени я подумала, что это будет очень важно поговорить с профессорами до того, как я подам анкету в любой университет сюда, в Америку. И я, значит, написала список всех университетов, которые мне были по душе. И, значит, в тот момент я выиграла пару сколошипов из Америки, потому что в Америке есть ассоциации по нефти и газу. В тот момент я была более-менее в нефти и газе. И, значит, я подала на сколошипы, я выиграла сколошипы. Я собрала все эти деньги и приехала сюда. Это было летом 2010 года. Я стала путешествовать по всем этим университетам, говорила с профессорами, пообщалась с ними, поняла, что мне нравится, что мне не нравится. И, значит, после этого я стала... Потом я вернулась в Баку. Последний, значит, университет, который я посетила, был Стэнфорд. И я, значит, поговорила с профессором, он мне очень понравился, мне очень понравилась работа, которой он занимался. И я, значит, у него попросила, если у него будет свободное время, зимой приехать на мои зимние каникулы и поработать с ним каким-нибудь проектом. Потому что у меня оставалась некоторая сумма денег с моих сколошипов. И я подумала, что что мне время тратить? Я могу потратить здесь, в Америке. И мой профессор согласился, и я приехала сюда зимой, февраль 2011 года. Я буквально здесь на месяц осталась. Потом я вернулась в Баку. И в марте мне пришел ответ со Стэнфорда, что я поступила. Потом в 2011, в июне, я закончила бакалавр в Баку. И в сентябре я приехала сюда, на докторскую. Как происходит учеба? Ну, то есть, вот, PHD — это что? Какой эквивалент в России? Докторская. Это докторская? Докторская, да. Потому что я доктор наук. И на твое обучение, на защиту диссертации, ушло в 6 лет? Да, я немножко заняла больше времени. Некоторые студенты защищаются в течение 5,5-5 лет. На самом деле, зависит от студентов. Некоторые студенты, когда поступают на докторскую, у них уже созревшая идея есть. На диссертации, в которой они будут работать. А как организована учеба? Насколько в ней много практики? Насколько вообще тебя курируют, тебе помогают? Мой профессор был просто замечательный человек. И он мне помогал во многом. На самом деле, процесс докторской, докторское образование идет так. Два года студент пытается прийти к идее, над которым будет работать в течение своей докторской. Потом он должен защищать эту идею перед своим комитетом, который состоит из 4-5 профессоров. Если им эта идея нравится, они дают добро. И студент продолжает работать над этой идеей 3-4 года. У некоторых студентов бывают профессора, которые очень заняты. И у них просто нет времени уделить каждому студенту. Видимо, тебе помогло то, что ты пообщалась лично тогда с профессорами. И у тебя сложилась такая... Возможно, да. Стэнфорд-обучение, он кажется очень многим просто недоступным. Вот насколько тебе было тяжело? Насколько ты сразу себя почувствовала в своей тарелке? Вот с теми ребятами, с этими профессорами? Мне это заняло очень-очень долгое время. Потому что, когда я только приехала в Стэнфорд, я приехала с бакалавра, с Баку. Ни одного человека из Баку я не знала. Вообще, я в истории Стэнфорда, я первая женщина, которая закончила докторскую из Стэнфорда. Из моей страны. Поэтому у меня еще был такой, ну, как-то... Мне тут не место, тут столько умных студентов, как я сюда попала. А потом это прошло? Это прошло, да. Это прошло после того, как я защитила свою идею. И я поняла, что, может быть, мне тут и место. То есть, буквально мне заняло это два года. А с английским были какие-то проблемы, сложности? Да, с английским были сложности, особенно поначалу. Потому что, когда я училась в Баку, я училась на русском. И английского знания у меня практически не было. В школе тоже английский так особо не изучала. И потом, когда я была на втором курсе, я поняла, что я хочу чего-то больше, чем просто бакалавр из Бакинского университета. И я стала, можно сказать, в интернете, что как можно сделать. Выяснила этот процесс поступления в американские УЗы. И занялась своим английским языком. Я стала смотреть фильмы на английском языке. Помню, у меня были все эти тетрадки. Я выписывала слова, потом ходила в словаре, читала. Ну, в общем, короче, самоучка я. Расскажи, вот самые какие-то способы, которые были самыми действенными для тебя в изучении английского языка. Самыми действенными были... Я смотрела фильмы на английском языке с английскими субтитрами. Что-то было более близко схожее с непосредственно общением на английском языке. И потом, когда я приехала в Стэнфорд, вот этот процесс, когда не только разговорная речь на английском языке, но уже надо было переходить на более серьезную речь, технические слова. Я их не знала. И мне это заняло немножко времени, чтобы освоиться, перейти вот этот барьер. А сколько стоит образование, год образования? На самом деле это недешево. В любом университете в Америке на PHD не берут студента, если нет спонсора, который будет оплачивать образование этого студента. Особенно на докторскую. То есть все эти шесть лет мой профессор за меня платил. А я работала над его проектом, в смысле над его идеей, помогала ему с его студентами. То есть фактически я как бы работала на него. Шесть лет образования в Стэнфорде из своего кармана это... Да, потому что так для справки. Я знаю, что где-то в среднем стоит один год образования. Возможно, напишите по-другому, но где-то около 60 тысяч долларов. Да, это вместе со всем жильем, среднестатистически 60 тысяч. Да, немало. Поэтому, конечно, сложно приехать так и учиться здесь. Кстати, твой профессор не был против того, что ты так заинтересовалась Data Science? У меня был с ним разговор. На самом деле, в тот момент, когда я стала переключаться на Data Science, в Америке произошел такой небольшой переворот с нефтью и газом. Нефть упала. И очень много людей стали не увольняться, сокращать. Очень многих людей стали сокращать. И работ стало меньше. И мой муж в данный момент, он был здесь, он работал здесь. И мы с ним поговорили, решили, что, скорее всего, мы останемся здесь. И мне нужно было начинать думать, что меня ждет после окончания Стэнфорда. В общем, я решила, что Data Science is the way to go. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. И вы узнали, как поступить в Стэнфордский университет. О том, как поверить в себя. Ну, а в следующем видео мы поговорим о том, как быстро переквалифицируется в Machine Learning и найти свою первую работу. Субтитры сделал DimaTorzok